Компания Meizu представила два флагмана. Meizu 17 и Meizu 17 Pro. В этом видео мы поговорим про Meizu 17. С приходом новых безрамочных экранов компания Meizu отличилась, сделав смартфон без вырезов, сделав рамки тонкими, как у модели Galaxy S8. Время вырезов прошло. Сегодня актуальна либо камера, встроенная в дисплей, либо выезжающая. Meizu 17 получил Super AMOLED-экран с ещё более тонкими рамками и одной селфи-камерой, встроенную в дисплей в правой части экрана. Это 20-мегапиксельный датчик с диафрагмой 2.2. Super AMOLED-экран размером 6,6 дюйма, разрешением 1080 на 2340 точек, с максимальной частотой обновления изображения 90 Гц, соотношением экрана 19,5-9 и яркостью 700 нит. Передняя панель занимает 92,2% площади с расширенным динамическим диапазоном, а нижняя рамка имеет толщину всего 3,3 мм. Вес смартфона 199 грамм. Задняя панель выполнена из стекла. Оптический сканер отпечатка пальцев Super M-Touch находится в дисплее. Заявленная скорость разблокировки экрана заставляет 0,15 секунды. Это быстро. Смартфон работает на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 865 в паре с 5G модемом связи. Поддерживается только собственная технология M-Smart 5G. Заявлено, что технология экономичная. Базовая версия памяти это 8128. Эту версию оценили в 523 доллара. Вторая версия памяти это 8256. Она стоит 565 долларов. В обоих случаях накопитель UFS 3.1, а оперативная память LPDDR4X. В продаже он поступит 11 мая в Китае. Карты памяти не поддерживаются. Это значит, что по возможности нужно брать версию на 256 гигабайт. Из коробки он работает на андроиде 10 и обновленной Flame UI 8.1. Представлен новый движок оболочки OneMind 4.0, который работает на 30% быстрее, чем предшественник. В новую Flame добавили обновленный оконный режим и темную тему. Дизайн задней части смартфона нестандартный. Более того, мне пока не верится, что он действительно такой. Перед нами 4 сенсора с горизонтальным расположением блока камеры. На первых рендерах камера была похожа больше на Samsung. Конечный вариант больше. Гораздо больше. Датчики камеры разделяют вспышка. Как это любила делать компания Meizu и раньше. Камера напоминает мне робота из мультика Volley. Только их тут два. Основной датчик 64 мегапиксельный Sony IMX 686 с диафрагмой 1.8 и OIS. Далее 12 мегапиксельный телевик, 8 мегапиксельный ширик с углом обзора 118 градусов и 5 мегапиксельный макродатчик. Двухцветная вспышка поделена на 5 элементов. Они могут включаться как отдельно, так и вместе. У смартфона есть стереодинамики, модули NFC, Bluetooth 5.1 и нет 3,5 мм разъема для наушников. Meizu 17 получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки Super M Charge мощностью 30 Вт. Она позволяет зарядить смартфон до 56% за полчаса. Информации о беспроводной зарядке нет. Наверное, ее и не будет. Но надеюсь, что это не так. На выбор есть три цвета. Зеленый, серый и фирменный белый с градиентом.